Полный отказ от бумажных страховок, от бумажных страховых полисов пугает казахстанцев. С 1 января 2019 года страхование должно перейти в электронный формат. В первую очередь это насторожило автовладельцев, каждый из них, который обязан иметь полис гражданской правовой ответственности. Чем это может обернуться? О пользе и рисках Людмила Батюшкина. Казалось бы, введение онлайн-страхования это сплошные плюсы. Водителю не нужно возить с собой страховой полис, он будет отображаться в единой базе данных, доступной полицейским. Во-вторых, обязательное страхование для автовладельцев должно стать дешевле, но автомобилисты к новшеству относятся настороженно. Ладно, я, можно сказать, продвинутый пользователь, я могу пользоваться. А, допустим, мой очень хороший знакомый, родственник, для него компьютер, он, это темный лес. Мы будем надеяться, что это как-то удешевит страховку. Сами страховщики считают, что клиентам будет удобнее. Приходить в офис не надо. Полис можно оформить, переоформить или отозвать по интернету. Там же можно узнать о наступлении страхового случая или получать информацию о страховых выплатах. Правда, в будущем, возможно, придется сократить штат сотрудников. Я считаю, что онлайн-страхование положительно скажется на страховых компаниях. В том плане, что, во-первых, это снижение какого-то бумажного документа оборота. Потом это еще очередной канал продаж для страховых компаний. Естественно, конечно, это потребует каких-то IT-инвестиций. Однако, по словам общественника Руслана Лазуты, подавляющее большинство дорожных инспекторов полиции еще не оснащено планшетами, по крайней мере, в Караганды. А если электронные носители и есть, то базы данных в них постоянно зависают. Потом эта машина уже научилась. Представьте, такой вот малограмотный полицейский, а их у нас подавляющее большинство на дорогах, которые осуществляют безопасность дорожных движений, что он будет всячески отравлять жизнь водителю и ссылаться на то, что нет, вы подождите, мол, да, сейчас база заработает, и я вас там попроверю. Еще одна проблема – мошенничество со страховками. По данным МВД, сейчас от 10 до 20% бумажных страховых полисов в стране фальшивы. Однако, решить ли эту проблему новшество, пока не ясно.